здравствуйте подписчики моего канала это мое новое видео золото из компьютера как и обещал решил сделать подробное видео все покажу буду комментировать и так что у нас тут 15 материнских плат еще хочу найти штук 20 если получится но сейчас если не получится все равно видео обзор сделаю золото выделим палладий выделим серебро тоже а сейчас немного расскажу что с чего начинать нужно чтобы выделить палладий допустим нужно сразу отделить микроконденсаторы материнских плат снять отдельно их убрать потому что палладий в основном находится в них микроконтроллеры отдельно все поснимать транзисторы резисторы всякие микроконтроллеры отдельно их надо будет потолочь а потом к позолоченным деталям которые снимем отдельно позолоченные детали контроллеры которые потолчем все это можно будет смешать вместе потому что в них в основном содержится серебро и золото конечно в них есть тоже паладий в микроконтроллерах но я не буду его оттуда вы извлекать потому что это надо знать какие марки в каких он находится в каких нет также там и платина есть в некоторых это я тоже не буду извлекать потому что это там их ничтожное количество основная задача будет извлечь серебро и золото из этих материалов ну и все в общем то я покажу как снимать вручную микроконденсаторы материнских плат я их снимаю при помощи отверток потому что если хотим извлечь паладий его сразу надо отделить от основного материала и еще паладий находится в некоторых вот таких вот керамических конденсаторов мелких вот так же в них находится в них всегда есть какой-нибудь благородный металл часто серебро или паладий я не буду разбираться какой именно в каком я просто растворю потом по ходу работы все это выделю и немного еще добавлю вот по звуковых и видеокартах я их отделил почему это сделал сейчас объясню это вот стандартные видеокарты от более уже современных компьютеров некоторые целые некоторые нет мне без разницы для меня этот хлам все равно его покупал для извлечения драгметаллов ну вот это то что золото блестит контакт я думаю из вас вам не надо об этом говорить многие так из вас знают а вот то что в некоторых звуковых картах и видеокартах находится золото в самих платах я думаю многие из вас услышат впервые смотрите сама плата желтенькая то есть их можно подковырять отверткой быстро это проверить но это в основном в старых звуковых и видеокартах современных компьютерах такого уже не найдешь это все было в одной куче я их перекантовал поцарапал узнал эти звуковые видеокарты вот в этой пакете их надо будет обработать отдельно сперва снять все вот это вот с поверхности при помощи я буду снимать при помощи зубила старым добрым проверенным методом как вы будете делать обжигать это дело ваше я не хочу травиться выделяются газы всякие при обжиге поэтому я лучше чуть чуть больше потрачу время но сниму проверенным способом а потом их надо будет отдельно поместить в кислоту азотную чтобы растворились вот эти вот все припойки вот эти напайки всякие при помощи того же зубила или ножа остренького просто содрать вот этот лак а потом уже в общее количество бросить в общую тару где все будет растворяться ну ладно я это все покажу и продемонстрирую в общем то вы узнали вот такую вот информацию полезную что некоторые платы идут старые звуковые видеокарты что сами они идут из золота в некоторых платах я заметил не везде идет золото не иногда идет смесь серебра и меди получается тоже желтый цвет также и предполагая что в некоторых идет палладий смесь палладий и меди поэтому но чаще всего все-таки я проверял отдельно растворял и там идет золото вот это вот не чистая проба но разумеется смешанное но золото такое же золото как и вот это вот напыление что спереди вот 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 и все что еще можно добавить больше не буду вас держать начнем в общем то разбирать их я буду разбирать как сказал вручную при помощи вот такого вот зубила как я уже показывал как будете вы разбирать не знаю это я показывать не буду я только сейчас покажу как палладий снять да вот забыл добавить вот такие вот кулеры алюминиевые их можно не выкидывать они такие тяжелые из чистого алюминия у меня их тут штук 67 это к примеру говорю что их можно также сдать и вернуть ну немножко денег вернуть в общем то хотя бы на кислоту допустим как я уже говорил медные растворы выливать тоже не обязательно я их вот восстанавливаю плавлю а потом сдаю это можно все выкинуть на помойку а можно получить деньги что туда что идти в скупку надо потратить время что идти на помойку также надо дойти до нее и выкинуть это я лучше пройду скупку сдам и получу за это ну пусть будет даже копейки но все равно поэтому такая небольшая информация дополнительно ну и все сейчас будем их разбирать так чтобы отделить палладий нам понадобится любая посуда можно взять вот такую канистру примеру она высокая такой даже лучше или можно взять просто чашку даже чуть больше вон той белой почему в канистре лучше сейчас покажу так просто плату и при помощи отвертки просто изгребаем они туда все складывают делается это быстро на какую-то плату уходит где-то максимум минуты 3 так как мне неудобно снимать и делать я это показываю вам в общем то я сейчас я быстро разберу и покажу результат вот прошло пару минут все микроконденсаторы снял то есть плата это абсолютно такая теперь чистенькая только микроконтроллеры позолоченные детали на ней вот сколько у меня получилось этой одной платы поэтому в такой посуде удобно делать и быстро ну что же остальное я не буду снимать покажу уже полностью когда все разберу вплоть до снятия позолоченных деталей все это переконтую подготовлю для растворения а дальше продолжим прошло несколько часов все материнские платы перебрал вот сколько у меня получилось этого этих микроконденсаторов мелких и тут помимо микроконденсаторов также еще и просто керамические конденсаторы в них тоже содержат как я уже говорил серебро или палладий так сейчас это пересыпем сюда это я тоже немножечко перебирал это одно и то же это сюда пересыпем а потом это надо будет в миксере потолочь все превратить в кашу потому что помимо микроконденсаторов также есть и микроконтроллеры такого же размера в них содержится золото так сейчас перемелем микроконденсаторы в миксере как я уже показывал в одном из своих видео потому что сами конденсаторы не надо в принципе толочь они растворятся а вот микроконтроллеры в них содержится золото и вот их надо ну и просто конденсаторы перебрать их нереально особенно микроконтроллеры единственный вариант толочь как я сейчас покажу можно в ступке но лучший способ я думаю тот который я сейчас покажу это самый быстрый самый наверное действительно лучший немного воды добавляем для того чтобы не грелся пойдет будем делать такой коктейль кому-то нужен коктейль да коктейль из палладия золотом серебра и платины это я так к смеху ребята ну вот ребята получил вот такой вот коктейль вообще просто все как пудра стала еще минуты две я все это молотил получился действительно настоящий коктейль по моему лучше не придумать это вообще никак не в какой ступке вручную такого не сделать разумеется и за такой короткий период вот из коктейльного стакана все вылил сейчас поставлю эту чашку на плитку пусть эта вода выпарится а потом уже будем растворять ну вот ребята прошел практически целый день я все разобрал 15 материнских плат перебрал столько же видеокарт и звуковых карт и вот что мы наблюдаем так здесь у меня находятся всякие usb соединения которые еще не разобрал но разберу вручную они в основном покрыты серебром вот это вот блестит и края их не покрыты золотом некоторые бывает и не покрыты но это редко в основном они все покрыты золотом края то это у нас золото и серебро содержащий материал это одно и тот же материал только я уже это все поразбирал что открыто было все сюда сыпал в основном это уже открытый материал готовый к растворению а этот надо будет подготовить как я сказал так ну кое-где только вот эти вот процессоры надо будет поломать вот керамику с них снять чтобы там золото открылось и прореагировала с кислотой и все перебрать по максимуму может где-то пластику брать чтоб меньше места занимало когда начнем травить я уже все подготовлю переберу эти этот материал размелю это и это все пойдет вот сюда в одно место и будем это травить в азотной кислоте для начала так и это тоже контакты которые я еще не я только все разобрал еще надо будет вручную доработать вытащить все вот эти соединения это просто контакты одни и те же и они пойдут сюда вот ну и все на этом что еще добавить подготовлю все к растворению и начнем растворять там я тоже все прокомментирую чтобы вы знали пропорции которые в принципе значение сильного не имеют но все-таки об этом скажу и чтобы у вас все получилось с первого раза я буду растворять в большом количестве азотной кислоты даже не буду ее разводить водой потому что ну я покажу почему ладно вот я все перебрал разобрал контакты постарался по максимуму избавиться от пластмассы которая была некоторые детали по-прежнему идут с пластиком ладно кислота свое дело сделает керамика вот тоже некоторые процессоры вот целые я прям так брошу осталось только вот разобрать вот эти вот детали вот юсби соединения которые я еще не разобрал пока начну травить вот эти контакты то есть начну с более чистого материала потом вот этот начну травить все это будем травить вот в этом вот 5-литровой банки сейчас наберу ее почти полную ну больше на 75 процентов наберу кислотой будем травить в азотной кислоте в азотной кислоте технической не концентрированной но она примерно такая если как взять 68 процентную кислоту и разбавить на 5 частей воды то есть не сильно крепкая поэтому я сразу налью побольше водой разбавлять не буду и буду небольшими порциями сыпать туда ну такими щепотками она будет в принципе быстро растворяться то особенно первые первые контакты которые еще кислота будет сильная ну и эту банку опустим вот сюда вот вот в такую вот емкость еще заодно будем ее охлаждать то есть наберем воды сразу и и опустим с кислотой и сюда будем сыпать наш материал который будем растворять накрывать крышкой здесь ну и пары заодно я думаю будет конденсироваться в воде то есть в принципе и безопасно и надежно ну и почему в такую емкость поместим банку на всякий случай банка может лопнуть у меня такое уже было когда я в них растворял 5 литровый оба 5 литровый лабораторный стакан у меня был но он у меня лопнул поэтому сейчас буду вот пользоваться старым методом такой вот банкой так мы все да и только добавлю у меня многие спрашивали как вот разводить там кислоту стоит ли разводить на какие порции там соблюдать пропорции то есть извиняюсь это роли такой не играет можно разводить хоть на 10 частей хоть на 5 частей кислоту это только займет время чем больше воды добавить и тем дольше она будет растворяться но при этом есть свои плюсы такие как меньше выделяется муть если больше воды добавить допустим медленно растворять но кислоту рассчитать суметь чтобы вы знали что то количество кислоты которую вы взяли ваш материал весь растворится даже с запасом тогда не будет столько белой мути вот этой но у меня кислота техническая и скорее всего муть будет по-любому хоть я ее разведу хоть не разведу поэтому я наливаю вот столько примерно кислоты сейчас азотной и начинают рвить эти детали начну с более чистого материала как сказал в общем то приступаем так наливаем азотную кислоту надо быть аккуратным перчатки все она не испаряется как соляная но чтоб в глаза не попало ну вот сколько я набрал кислоты кладем ее в эту тару и примерно до уровня этой же кислоты наберем воды сейчас и будем сюда это все кидать вот я все подготовил воды налил банку установил приступаем в общем-то к травлению вот таких контактов для начала растворим сперва вот этот материал а потом остальной только добавлю от себя перри прежде чем начать прошлый раз я в одном из своих видео показывал травление позолоченных деталей в азотной кислоте там я их кипятил но лучше так не делать лучше их не греть лучше сделать вот так налить больше кислоты потому что я заметил золото понемногу растворяется потому что образуются хлориды металлов хлорид меди хлорид железа хлорид никеля и другие металлы которые растворились в азотной кислоте и происходит процесс замещения то есть золото когда остается она начинает понемногу тоже растворяться Но я предполагаю, что здесь тоже растворится некоторая часть его Поэтому после того, как мы выделим серебро от получившегося раствора Надо будет еще его проверить на наличие золота Но это я покажу по ходу работы А сейчас начинаем травить Сначала пару ложек возьмем, закинем, сейчас крышкой накроем и все Кидаем Кипеть начало И накрываем крышечкой просто вот так Пусть она там... С ним ничего не будет Через минут 10-20 посмотрим Прошли 5 минут, первая партия растворилась То есть примерно 2 столовые ложки вот таких вот позолоченных контактов Я закинул вторую партию И как вы видите, не выделяется ни диоксид азота, от которого можно травануться и вообще он вреден Видать вода, в общем-то, конденсирует эти пары Смотрите, как умно придумал В принципе, дня хватит, чтобы это все протравить Поэтому я кислоты взял больше специально Чем дышать этим На плитке вообще банка лопнет при таком темпе растворения, как там сейчас шипит, как корбит Пары там конденсируются Вот на секунду открою пока Просто покажу Вот, видите Почти не выходит То есть вода Конденсирует эти пары Очень можно хоть под навесом, хоть где-то травить их Хоть в гараже Практически не траванетесь Ну все Теперь, в общем-то, протравлю эти контакты Потом достанем банку Посмотрим просто, что у нас там получилось Уже будет позолото плавать Так, первую партию протравил Сейчас начну другую травить Где больше разного мусора Где идет пластик, керамика с позолотой Сейчас откроем крышку Немного бурые пары выйдут А так вообще они сюда не выделяются при травлении Я хочу просто достать банку и посмотреть Там должна уже плавать позолото сверху Давайте посмотрим Это я один раз покажу Но больше показывать не буду Остальное сделаю то же самое Зачем об этом зря говорить И показывать по сто раз Просто примерно посмотрим И все, один раз Так, секундочку Вот они, эти бурые пары Которыми будешь дышать Если открыто все это делать Так они будут вот так постоянно идти Сейчас они быстро выйдут Больше я доставать не буду банку Давайте посмотрим Вот она наша позолота Сверху плавает уже Вон она Вон она, эта позолота Отлично Все растворяется Кислота еще сильная Потому что я взял сразу много специально Через верх ничего не льется Как видим вода чистая И охлаждение идет заодно Иначе при таком темпе Как она тут растворялась Тут и банка может лопнуть Поэтому я говорил Если вы хотите все сделать аккуратно Лучше делать и так Плюс еще и не травишься от этого Так, ну ладно, все Больше доставать ее не буду Сейчас будем травить дальше Пока основные платы травятся Давайте протравим вот эти платы позолоченные Тоже устанавливаем сюда в посуду И накроем крышкой Хоть какой-то Так, заливаем вот этой вот Разбавленной азотной кислотой Кстати, в этот раз я разбавил Платы надо слегка только протравить А не целиком растворить их Так, заливаем просто Чтобы вот эти все припойки Напойки растворились Наверное, еще надо добавить воды Не хватает Ну ладно, это сейчас добавлю и накрою Пусть пока даже открыто будет Ну и пусть так постоит часа три А потом посмотрим, что получится Вот, я добавил воды Но я решил не оставлять в канистре Выставил на солнышко просто Диоксид азота вообще практически не выделяется Вот, примерно через один час Почти все уже растворилось Но выделилась какая-то вот муть Которая вот, наверное, выделяется Многие подписчики меня спрашивали Но это потому что вот микросхемы растворяются Видите, вот такая вот ерунда выделяется А концентрация кислоты слабая Я же развел водой, чтобы протравить эти платы Но вы можете не бояться Это просто лак Эта ерунда, в общем-то, никакого значения не имеет Вот, кидаю последнюю партию Я решил это заснять не потому, что ее кидаю А потому что мне кажется, что вот здесь образовалась азотная кислота Там были пары бурые Ну-ка, сейчас наберу и посмотрим Сейчас Позолото вам там сверху сплыло Ничего, видите Через верх не бежало То есть Вот наберем И поставим сюда Вот медь бросим на пару Да ну ты нафиг Нихера себе Ребята Вы представляете У меня образовалась азотная кислота в Ростове Смотрите Ничего себе Это целое ведро получается, что ли У меня образовалась азотная кислота Ой Я такого вообще не мог даже и представить Я вообще-то хотел охлаждать Но не думал, что целое ведро получу еще кислоты азотной Так получается, можно кислоту в принципе в замкнутом цикле возвращать Ладно, реакция пошла Накрываю Пусть она опять конденсируется Ой Это просто вообще невероятно Ничего себе Так, достаем платы протравленные Берем, допустим, к примеру, вот такую плату Так, промываем водой вот так вот Потому что на них может быть позолота плавающая Потому что было не только внутри позолота, но и снаружи кое-где Поэтому их промываем Потом все эти растворы пропустим через фильтр Чтобы поймать каждую частицу Все контакты, которые были припаяны, растворились Вот так вот теперь почищаем просто Для того, чтобы кислота прореагировала с самой платой Которая внутри была покрыта пленкой защитной Так, платы я почистил Вот они, желтенькие платы мои На все про все ушло несколько минут Это первый раствор Его тоже будем пропускать через фильтр Там снизу я видел, золотинки плавают Сейчас заливаем снова Это просто азотной кислотой И уже к утру эти Платы будут протравлены Заливаем и все Так и оставляем Даже крышкой накрывать не будем Можно даже здесь на столе оставить Они будут медленно травиться Завтра их просто помоем Вытащим, выкинем А золотинки будут в чашке плавать Может на дне, может вверху Я не знаю Так, мои позолоченные платы полностью протравились Я их оставлял на ночь В разбавленной азотной кислоте Мельчайшие чешуйки золота плавают Сейчас их промою водой И потом эти растворы пропущу через фильтр И золото задержится там Потом уже его растворим А сейчас переходим к растворению микроконденсаторов Перемолотых в миксере Раствор вообще полностью высох за этот день Сейчас жарко, лето Так Я подготовил соляную кислоту Заливаем соляной кислотой Я ее не разбавлял Первый раствор будем кипятить в соляной кислоте Для того, чтобы растворилась Керамика и так далее Поэтому Можно вот так вот Не бояться Побольше налить Пусть так растворяется полтора-два часа За этот период растворятся все нежелательные нам элементы А дальше полученную кашу будем пропускать через фильтр На фильтре задержится палладий, серебро, золото, если там имеется А дальше все будем растворять в царской водке Я все буду комментировать и все объясню В азотной кислоте будем кипятить в первую очередь Прошло примерно два часа Я снял раствор с плитки Добавил где-то три части воды Разбавил все И сейчас будем фильтровать Начинаем фильтровать Так, для начала Так вот, аккуратно Снимаем первое Пусть так фильтруется Будем пропускать весь раствор через фильтр Выделяется какой-то марганцевый раствор Цветом, как марганцовку разбавили Темный Это, скорее всего, краска от микроконденсаторов А дальше полученный осадок хорошо промоем водой И будем растворять в царской водке Так, открываем крышку Достаем нашу банку С протравленными контактами в ней Все растворилось Так, достаем аккуратно Потому что здесь образовалась азотная кислота Концентрация примерно 10% Может быть 5% Я точно сказать не могу Но знаю только одно Что берешь вот медную трубку, допустим Опускаешь и сразу же шипит Видите, шипит Сейчас будем фильтровать Полученный раствор Практически мути нет Немного только на дне Потому что были некоторые микросхемы Такие как процессоры и так далее Они и выделяют эту муть Будем фильтровать через вот такое вот сице Через него лучше всех Быстрее фильтруется Сейчас только установлю фильтровальную бумагу И будем фильтровать Ну что же Начинаем фильтровать основной раствор Будем фильтровать через сице Как я уже говорил Сделал под него вот такую вот подставку Из обычной пластиковой бутылки 5 литровой Так, здесь вот крышка идет Такой переход Посредине дырка Через которую будет проходить раствор И попадать прямо в банку Взял 10 литровую банку Потому что здесь почти 5 литров раствора Также еще наверное буду промывать Потом еще вот эти растворы В общем-то будет литров 6-7 не меньше То есть где-то вот так будет А потом из этого раствора выделим серебро При помощи соляной кислоты Сейчас залью первую партию И покажу как она начнет фильтроваться Вот залил первую партию На столе это было сделать неудобно Потому что банка высокая Короче Через некоторое время У меня пластиковое сито растворилось Смотрите, дно провалилось Тогда я сейчас кое-что переделаю Быстренько И продолжим фильтровать Что-то я вообще-то в таком фильтровал У меня туда надолго держалось Не знаю почему Наверное концентрация кислоты еще высокая Так, вот переделал Взял вот такую вот сетку Из-под обычных мешков Я как-то использовал Она вроде держится нормально Сейчас закину и посмотрим Если через 10 минут ничего не произойдет Значит будет и дальше держаться Так, фильтрация началась Все нормально Раствор выделяется чистенький Прозрачный А вот что произошло с тем ситцем То есть азотная кислота Некоторые разновидности пластмасс Разъедает Как бумагу Так, ну ладно Пусть фильтруется Дальше уже покажу Как минимум Когда половину отфильтрую Так, полученный осадок Полностью отфильтровался Можно его снять И начнем его растворять Так, чтобы не порвалось Можно даже вот так взять Просто перекинуть сюда Так, ну все Тут вроде ничего такого нету Нету Так, вместе с этим фильтром Все растворять сейчас будем Растворять будем Для начала в азотной кислоте В течение часа-полтора А потом уже будем добавлять Соляную кислоту Растворится серебро Вроде как и палладий Тоже растворится Так, а вот эту непонятную Субстанцию можно вылить Которую отфильтровали Раствор Это то, что растворяло В соляной кислоте Это можно выкинуть Сразу Так, ставим на плитку Включаем плитку И заливаем азотной кислотой Сейчас я Камеру установлю Потому что надо будет Сразу, наверное, накрыть крышкой Наливаем азотной кислоты Так, аккуратно Вот так вот Сейчас реакция сразу пойдет Наверное, бурно Поэтому крышечкой Накрываем сразу Вот И наливаем дальше И пусть так кипит Полтора-два часа А потом добавим соляной кислоты Во время этого процесса Можно будет подливать воды немного Потому что азотная кислота Будет испаряться Даже сейчас можно добавить Чтобы реакция слишком не началась бурная Вот так вот добавить Чуть-чуть хотя бы Пусть она там А дальше покажу уже Через часа полтора Когда будут добавлять соляную кислоту Так Раствор кипит больше часа Самое время добавить соляную кислоту Так, наливаем И пусть так еще кипит Час Как минимум То можно будет фильтровать Серебро останется в осадке В виде хлорида серебра белого Так как мы добавляем соляную кислоту Золотые палладии Растворятся полностью Так Прошло больше часа Все растворилось полностью Выключаем плитку Пусть остывает А затем будем фильтровать раствор А дальше уже будем при помощи хлорного олова Выделять палладий Так Раствор с палладием полностью растворился Образовался такой зеленоватый раствор В нем может содержаться небольшое количество Также еще и золота Серебро скорее всего выпало в осадок В виде хлорида серебра Поэтому когда отфильтруем Полученный осадок белый Не выкидываем Его надо будет промыть аммиаком Но прежде чем начать Чтобы убедиться что серебра там нет Прильем немного еще соляной кислоты Совсем немного Добавили вот так вот Помешали вот так просто все Ну и теперь можно с уверенностью сказать Что там нет серебра По любому Начинаем фильтровать Аккуратно все это Очень аккуратно О господи Что она там такая длинная Так Последнюю ложку раствора вылил Уже вот сколько отфильтровалось Так Пусть этот дофильтруется А потом разов на 5 Еще вот так надо промыть Будет тщательно водой все Чтобы каждая капля раствора Которая может содержать золото и палладий Все отфильтровалось полностью Чтобы на фильтре остался только один хлорид серебра Так вот так вот промываем Пусть эта вода пройдет Еще раза 3 как минимум А можно и 5 Как я сказал Так Я осадок промыл тщательно водой Наверное разов на 8 Убираем его сюда Пока что не выкидываем В нем содержится хлорид серебра Если кого интересует А вот Какой раствор Такой зеленоватый получился С содержанием палладия и золота Ну насчет золота я не совсем уверен А насчет палладия точно знаю Что там есть Так Достаточно такой плотный Тяжелый Пока накрываем телофаном его просто И наверное на этом видео будет уже заканчиваться В следующей серии будем восстанавливать палладий Золото Серебро Что я хочу сказать В общем то я планировал сделать все в одном видео Но похоже никак не получится Видео затянулось Пришлось много чего комментировать Еще К тому же не отфильтровался раствор Серебром То есть еще вот Надо дофильтровать раствор Потом еще этот осадок растворить Получить раствор золотом Тоже его отфильтровать Это будет все во второй серии А на этом конец Если вам понравилось видео Разумеется смотрите вторую серию Потому что там будет самое интересное Будем восстанавливать все эти металлы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok